Рак молочной железы Рак молочной железы Рак молочной железы заболеваниям рака молочной железы по числу смертей от рака молочной железы это разновидность рака занимает второе место наиболее высока заболеваемость соединенных штатах америки и западной европе в россии в 1905 году выявлено 49 500 49 тысяч 548 новых случаях заболевания это 19,8 всех процентов опухолей у женщин число умерших составило 22 830 человек в 2010 году рак молочной железы занимал первое место как в структуре заболеваемости женского населения россии злокачественными образованиями это 25 десятых процента так и в структуре смертности таких заболеваний 17,2 процента при этом число впервые выявленных случаев рака молочной железы выросло до 57 тысяч давайте теперь поговорим о факторах риска развития рака молочной железы их много значит это отсутствие в анамнезе беременности и родов второй фактор курение если оно начато в юном возрасте ранние менархи до 12 лет поздняя менопауза после 55 лет и отягощенный семейный анамнез онкозаболевания у кровных родственников это касается наследственного рака молочной железы при наследственном раке молочной железы встречается брк мутация также раку молочной железы подвержены пациенты которые ранее лечились по поводу рака женских половых органов ожирение больные с сахарным диабетом гипертонической болезнью и злоупотребление алкоголя а также употребление экзогенных гормонов при непрерывном их употреблении с целью контрацепции и лечения этими гормонами более 10 лет но с другой стороны употребление этих гормонов снижает риск развития рака яичников у женщин значит вот хочется остановиться на отягощенном семейном анамнезе это заболевание у кровных родственников дело в том что в настоящее время методами современной диагностики установлены генетические мутации есть такая называемая Берсей или БРК мутация значит она может быть двух видов БРК-1 и БРК-2 вот если значит у женщины по материнской линии все умирают от рака молочной железы то им обязательно надо определить БРК-мутацию вам пример значит Анжелина Джоли она определила у себя БРК-мутацию и с профилактической целью удалила молочные железы поставила протезы и удалила яичники еще вот один пример такой который как бы на виду есть такая страна Исландия там население ну в два раза больше чем в Череповце и на протяжении многих столетий исландцы они как бы являются близкими родствами потому что жители Исландии живут в маленьких поселках и они значит женятся друг на друге вот и там все женщины умирают от рака молочной железы а все мужчины от рака пристательной железы ну люди нашли из этого выход когда стала известна вот эта генетическая передача рака молочной железы там женщины рожают одного-двух ребенка одного или двух детей потом они удаляют молочные железы удаляют фактор риска и как бы ставят протезы и живут спокойно тем более уровень современной медицины это позволяет вот есть классификация рака молочной железы вот это больше оно для врачей то есть классификация ТНМ которую все пользуют она международная значит где определяется размер опухоли для чего нужна эта классификация потому что надо поставить стадию заболевания и в зависимости от стадии заболевания есть определенные методы лечения вот классификация она значит определяет размер опухоли поражение лимфатических узлов и наличие метастазов при каждом случае лечение разное сейчас выделяют много очень гистологических типов раков молочной железы есть раки внутрипротоковые, дольковые, инвазивные ну и так далее но что важно знать что существует такое понятие как биологический подтип опухоли их, значит, этих опухолей выделили, есть такая сигнатура онкотайп ДЭКС этих опухолей выделили 21 тип но чтобы не путаться разбили эти опухоли на 5 групп и существует 5 групп в зависимости от биологического подтипа опухоли проводится лечение в череповце это доступно правда у нас сейчас не определяют этот биологический подтип опухоли определяют его в Вологодском областном онкологическом диспансере после операции и в зависимости от биологического подтипа опухоли проводится лечение если это гормон позитивный тип то можно иногда дальнейшее лечение продолжить таблетированными препаратами это препараты, подавляющие синтез эстрогенов если же другие типы то там нужна химиотерапия ну вот я вам скажу, что 5 вот этих подтипов это люминальные подтипа встречаются у 45% женщин это где высокие рецепторы стероидных гормонов избыток их экспрессии нет, значит белка ЕР2 при этих опухолях у женщин наилучший прогноз второй тип это люминальный тип Б там все то же самое только высокий индекс пролиферативности больше 14 вот и при этом типе желательно провести химиотерапию а потом уже получать эндокринную терапию в течение 5 или 10 лет самый, значит нехороший тип опухоли это ГЕР2 позитивный он встречается у 8-15% он бывает как и гормоноположительный и как бывает и бывают гормоноотрицательный и вот эти подтипы они очень агрессивны но в настоящее время лечение тоже у нас их производится специальными таргетными препаратами вот ну и как бы удается удается помочь людям и с этим не очень хорошим подтипом опухолей базальный подтип это где нет никаких рецепторов гормонов нет экспрессии р2 все отрицательно эти опухоли тоже агрессивные они где-то около 30% но сейчас к этим опухолям разрабатываются различные таргетные препараты и в принципе лечение таких опухолей возможно теперь давайте поговорим о симптомах начальных рака молочной железы какие могут быть симптомы это наличие уплотнений или опухолевидных образований в одной или обеих молочных железах выделение из соска любого характера не связанное с беременностью или лактацией эрозии корочки чешуйки извлений в области соска ареалы также беспричинно возникающая деформация отек увеличение или уменьшение размеров молочной железы и увеличение размеров подмышечных лимфоузлов все эти симптомы могут встречаться как по отдельности так и некоторые могут вместе как например деформация отек увеличение подмышечных узлов выделение все это должно заставить насторожиться женщину и обратиться на прием к онкологу вот и в том случае если будет выявлен рак молочной железы особенно на ранних стадиях то и прогноз лучше существует значит в россии такого нет но есть скрининговые программы в некоторых странах это очень дорогое удовольствие видимо наша страна себе не может этого позволить там все женщины в разных странах по-разному скольки то там где с 39 где с 50 подвергаются маммографическому скринингу маммография это самый простой доступный метод сейчас в рамках диспансеризации населения маммографы установлены во всех поликлиниках города Череповца маммографы неплохие цифровые вот и при маммографии удается выявить опухоли молочной железы на ранних стадиях что еще хочу сказать чем чем раньше выявлен рак молочной железы на ранней стадии и тогда лучшие результаты лечения вот и при маленьких опухолях возможно выполнение органосохранных операций вот при лечении рака молочной железы используется мультидисциплинарный подход значит лечение рака молочной железы состоит хирургическое лечение лучевая терапия химиотерапия иммунотерапия и таргетная терапия все эти методы лечения в Череповце присутствуют вот значит что еще сказать для того чтобы лечить рак молочной железы хирургическим путем нужно пройти определенные исследования это значит корбиопсия опухоли с определением биологического типа опухоли значит синтеграфия костей скелета и определение различных анализов надо значит УЗИ органов малого таза рентгенография грудной клетки биохимические анализы крови вот даже генетическое обследование что должно быть и что применяется в крупных городах у нас к сожалению в городе нет синтеграфии костей скелета но все остальные методы про которые я вам говорил они у нас имеются вот при значит при выполнении оперативного лечения при оперативного при оперативном лечении значит если мы у пациентки находим метастазы в лимфатических узлах мы проводим химиотерапию эта химиотерапия называется одевантная если значит к нам женщина поступает уже с запущенным раком молочной железы это большая опухоль иногда бывает даже не удается ее прооперировать то проводится неодевантная химиотерапия это лечение это лечение до оперативного лечения наличие вот этой неодевантной химиотерапии в результате нескольких циклов химиотерапии позволяет уменьшить размер опухоли и даже иногда выполнить органосохранную операцию а также значит можно проводить и лучевую терапию все опухоли молочной железы могут быть чувствительны химиотерапии значит по-разному есть одни опухоли которые проводятся так сказать наиболее простыми режимами но все вот эти вот режимы химиотерапии которые у нас проводятся они являются стандартными для всего мира все это имеется в наличии в онкологическом отделении и все лечение проводится также значит если мы определяем отсутствие патологически измененных лимфоузлов и определяется биологически по типу опухоли то значит возможно назначение эндокринной терапии это эндокринная терапия она более щадящая женщина принимает одну таблетку в день и как бы в течение 50 лет и цель вот этого лечения превратить рак молочной железы в хроническую болезнь и контролировать ее процесс лечением и обследованием что еще хочется сказать при раке молочной железы если маленькая стадия если вовремя проведенное лечение то прогнозы очень хорошие поэтому я призываю всех женщин города Череповца проходить маммографические исследования сейчас маммографические исследования по новым правилам можно маммографию делать с 35 лет вот и с 35 лет проводить маммографические исследования один раз в два года с 50 лет маммография проводится один раз в год вот такая информация по раку молочной железы теперь мне хочется ответить на вопросы которые вы мне прислали Мария, излечим ли рак молочной железы в последней стадии? Рак молочной железы в последней стадии, как правило, не излечим Что подразумевается под последней стадией? Под последней стадией подразумевается, вы, наверное, имеете в виду четвертую стадию Это уже наличие висцеральных метастазов в легкие, в печень Да, конечно, можно с помощью химиотерапии или эндокринной терапии Как-то подавить опухолевый процесс Но пока еще нет таких вот случаев, чтобы в последней стадии излечить На ранних стадиях рак молочной железы излечивается Есть такие пациентки, вот я уже 25 лет работаю онкологом И там когда год или два проработал, их оперировали Они даже иногда приходят на прием Тогда мы не определяли биологический по тип опухоли И, вероятно, у них был благоприятный тип Так, следующий вопрос Елена Петрова, здравствуйте Скажите, пожалуйста, оправдали, если рак молочной железы у женщины То обязательно отрежут грудь И можно ли сразу после этого ставить импланты? Нет, не обязательно существует такое понятие радикальная резекция молочной железы Когда удаляется сектор молочной железы с опухоли, удаляются лимфоузлы Потом проводится лучевая терапия, химиотерапия Это называется органосохраняющая операция Такие операции выполняются в нашем отделении Сейчас, значит, где-то уже лет 10 в Америке и в Европе Есть система Интробим Что это за система Интробим? В общем-то, это не очень сложная такая система Специальная рентгеновская установка В Санкт-Петербурге она есть и в Москве Обычная рентгеновская операционная Хирурги удаляют опухоль молочной железы У больной под наркозом из небольшого разреза Потом вставляется туда вот этот Интробим Это такой различные формы источники рентгеновского излучения Кожа зашивается, врачи выходят из операционной Включается вот эта лучевая терапия И все вокруг опухоли молочной железы излучается Потом рабочая часть инструмента извлекается Зашиваются очень неплохие прогнозы Также на Западе сейчас даже не делают лимфодисекцию Есть специальные вещества, радиоактивные или красители Водят в опухоль молочной железы вечером И когда делают операцию на лимфатическом аппарате Подмышкой удаляют То при разрезе видно Значит окрашены лимфоузлы красителем или нет Если лимфоузлы красителем окрашены Они их удаляют Если лимфоузлы красителем не окрашены Это значит метастазов в лимфоузлах нет Зашивают у женщины Ходят с нормальной подмышкой У нее нет отека руки И в общем-то чувствует себя нормально Следующий вопрос Мария А если у мамы был мастит в молодости Значит у меня будет И является предпосылкой к онкологическому заболеванию Я не знаю Маститы бывают у многих Но не все болеют раком молочной железы Не все болеют раком молочной железы Вообще понятие мастит Это не относится к онкологии Это хирургическая патология Когда в результате каких-то причин Наступает воспаление Это вообще к онкологии не относятся Маститами занимаются хирурги Так, следующий вопрос Маргарита Здравствуйте Нужно ли удалять жировики в молочной железе? Не беспокоят ли? Не беспокоят? УЗИ и мамограмма их не показывают И есть все вроде бы хорошо Но все-таки страшно Вдруг один прекрасный момент Будет поздно В знаке вопроса Некоторые доктора говорят, что не надо трогать Жировик, который находится в молочной железе Или в других органах Это медицинский термин липома Липома – это доброкачественная опухоль Состоящая из жировой ткани Покрытой капсулой Липомы, как правило, доброкачественные Злокачественные они не перерождаются Я за 25 лет не видел Все зависит от человека Если липома больших размеров Деформирует молочную железу То, конечно, ее надо удалить Если же женщина Эту липому Ощущает Она ее беспокоит Но если она хочет Конечно, ее можно удалить Но можно ее и не удалять Можно наблюдаться Смотреть Больше вопросов Не поступает Вот еще К вопросу Елены Петровой Я не ответил Что обязательно ли отрежут грудь И сразу можно этого ставить импланты Мы не занимаемся косметической хирургией Почему? Потому что это, как правило, операции Большие Они где-то Операция 3 часа Или еще что-то И Наверное, можно ставить импланты Есть, значит В Москве клиники В которых Удаляют Ткань молочной железы Не удаляя кожу Ставят импланты Если, например, железа маленькая То ставят сначала экспандер Экспандер Это такой Мешочек Формы молочной железы С физраствором И Его вшивают под кожу Есть в этом экспандере Специальный порт И в этот порт Водят физраствор И Кожа Молочной железы Растягивается И когда Она достигает Нужных размеров Пациентки То, значит Экспандер Удаляют И уже постоянно Ставят имплант А Другую молочную железу Подвергают Аугментационной Пластике Скорее всего Уменьшают Чтобы Соблюсти Симметрию Редактор субтитров А.Семкин